Сегодня в Вестнике Северодвинска. Одно тело извлекли, второе не обнаружили. Под водой оказалась машина с рыбаками. Шесть ключей от собственного жилья. Северодвинские сироты сегодня получили законные квартиры. С экспонатами один на один в городском музее появились аудио-экскурсоводы. Преграда на пути к выздоровлению полмиллиона. Катя Лихникевич, срочно необходима помощь. Искать тела утонувших рыбаков сегодня пришлось водолазам. Здравствуйте, вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. ЧП произошло накануне вечером в устье реки Лисаминка. Это по дороге с острова Кумбыш в Северодвинск. Под лед ушел внедорожник. В салоне находились четверо рыбаков. Двое спаслись сами. Им даже не понадобилась помощь медиков. Еще двое выбраться из-подо льда не смогли. Водолазные работы провели сегодня с места происшествия моя коллега Анна Бибикова. В эту полынью накануне вечером провалился УАЗ «Патриот». В машине находились четверо рыбаков. Они направлялись с острова Кумбыш в Северодвинск. ЧП произошло в устье реки Лисаминка. Этот мужчина был за рулем затонувшего внедорожника. Говорить на камеру он отказался, но за кадром пояснил. Автомобиль ушел на дно за 30 секунд. Один из пассажиров покинул авто моментально. Сам долго не мог открыть дверь. В итоге сломал стекло и выбрался уже с глубины. А двое друзей так и остались на дне. Стекло водительское целое? Одного нашел пока. Тело этого мужчины находилось на переднем пассажирском сидении. Вероятнее всего, открыть дверь он не смог. Второй выбрался, но, скорее всего, видимо, выбрался под лед уже и попасть в полонию не смог. Поэтому тела в машине отсутствует. Рядом с машиной тела тоже нет, но сейчас будет повторный спуск. Посмотрим еще рядом с машиной. УАЗ лежит на глубине 5 метров. По словам спасателей, в этом месте находится протока. Течение очень сильное. Поэтому шансы обнаружить второе тело минимальные. Да и видимость под водой всего 2 метра. Найти второго рыбака водолазам сегодня так и не удалось. Скорее всего, его унесло течение. Кстати, этот случай не первый. Ровно год назад именно в этом месте под лед также ушел УАЗ «Патриот». Но тогда всем рыбакам чудом удалось спастись. Анна Бибикова, Семен Тарасов, Вестник, Северодвинска. В связи со случившимся накануне у реки Ягорки перекроют место несанкционированного выезда автомобилей на лед. С помощью спецтехники там сформируют снежные валы. Те, кто не успеет пересечь границу, рискуют застрять по ту сторону водоема. Это место нарушители облюбовали давно. Подъезжают со стороны воинской части и ГСК «Волна». Добираться до лунки на личном транспорте отныне не получится. Завтра утром у речки Ягорки перекроют нелегальный выезд на лед. На зимнике уже начали подготовку к необычной спецоперации. Я предупреждаю всех рыбаков, которые собираются сегодня вечером выехать куда-то на рыбалку. Завтра, возможно, они могут свои автомобили оставлять смело на побережье, где-то там, не доехав до места до дома. Выезд транспортных средств на лед запрещен. Исключение вездеходы, каракаты и другая спецтехника. Нарушителям грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Напомним, снежные баррикады при въезде на Ягорку уже появлялись. Впервые меру применили в марте прошлого года. И к другим темам. На Севмаше начались активные работы по модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Напомним, корабль долгое время стоял у причальной стенки предприятия в ожидании своей судьбы. Контракт на проведение работ с Министерством обороны заключили в мае прошлого года. Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» началась с демонтажа крупногабаритного оборудования и систем, которые подлежат замене и ремонту. Это позволит уменьшить вес конструкции для перевода корабля от причальной стенки в наливной бассейн предприятия, сообщает прислужба Севмаша. В данный момент в одном из цехов предприятия идут работы по изготовлению понтонов специально для перевода «Адмирала Нахимова» через порог Батапорта. Эта операция – основная задача на 2014 год. Перед ней необходимо подготовить корабль, в том числе перевести крейсер со штатного питания на технологическое. Работы запланированы на весну этого года. «Адмирал Нахимов» должен стать самым современным тяжелым атомным ракетным крейсером в военно-морском флоте. Сегодня сразу шестеро северодвинцев получили ключи от долгожданных квартир. Кто-то из этих ребят хоть и рос без семьи, но уже успел создать свою. А кому-то это еще только предстоит. Но главный вопрос – квартирный – уже решен. В эти выходные молодые северодвинцы отметят новоселье. Шесть вот таких ключей от собственного жилья сегодня получили молодые северодвинцы. По закону администрация города обязана предоставлять квартиры сиротам. Алексей долгое время снимал жилье, а собственную квартиру ждал в 8 лет. Говорит, теперь думает и о создании семьи. Стоял в очереди в другом регионе изначально. Так сам проживал в северодвинске уже порядка 14 лет. С одной стороны, конечно, радость и долгожданность этого события. С другой стороны, ну, может, какие-то ожидания были большего. Ну, а так, в принципе, доволен. Этим ребятам от 18 до 26 лет. Одному из гостей Михаил Гмырин сегодня даже пообещал помочь в устройстве на работу. Всего же за 2013 год к выдаче готовилось 13 сертификатов на квартиры для сирот. Эти ребята стали последними, чьи документы администрация Северодвинска подписала в прошлом году. Конечно, не хватает у нас средств. Всего у нас сегодня в очереди 86 человек. 5 человек, те, которым пока негде жить. Мы предоставили маневренный фонд для проживания. Поэтому в этом плане стараемся вопросов все равно решать к тому, где негде, так сказать, совсем же. Теперь горожане этой категории должны получать только однокомнатные квартиры. А раньше несколько семей могли заселить и в одну трехкомнатную. В прошлом году на покупку жилья сиротам область выделила 25 миллионов рублей. В декабре поступили дополнительные 10 миллионов. Которые были неиспользованы в других муниципальных образованиях и передали Северодвинску. И перед нами стояла задача за несколько дней найти вот эти 6 квартир, оформить их в муниципальную собственность, распределить. Причем квартиры должны быть отремонтированы, не должны быть ни в какой цепочке задействованы. Ну, справились. В администрации города отмечают, сейчас в Северодвинск приезжают сироты из других районов области. Люди не хотят получать жилье у себя на родине, а областной закон им этого не запрещает. Сергей Курбан, Семен Семегулин, Вестник Северодвинска. А в детско-юношеском центре сегодня подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года-2014». В нем приняли участие 23 педагога, творческая презентация системы работы, школьный урок и разговор с родителями. Учителям и воспитателям пришлось пройти все эти испытания. В номинации «Воспитатель года лучший» признана Наталья Докучаева, учитель-логопед детского сада «Черемушка». Учителем года стала Жанна Малышева, учитель английского языка школы номер 20. В качестве приза женщинам вручили планшетные компьютеры. Дипломами управления образования награждены лауреаты конкурса. Ксения Ермолина, воспитатель детского сада «Чебурашка». Лира Зотова, воспитатель сада «Морозка». Татьяна Попова, педагог детского сада «Гусельки». Наталья Маренко, учитель географии школы номер 22. Юлия Батракова, учитель английского языка второй школы. Ирина Горбунова, учитель начальных классов Ягринской гимназии. И Надежда Козлова, учитель начальных классов школы номер 21. Победители конкурса готовятся к выступлению на региональном этапе. Лучший учитель года стартует в Архангельске в начале февраля. Наушники и пульт. Все, что нужно, чтобы узнать историю. Посетить экспозицию в городском краеведческом музее теперь можно и без экскурсовода. Там появились первые в области аудиогиды. Пока они предлагают прослушать горожанам лишь одну историю развития Поморского края. Первой ее услышала Марина Хохлова. Заменили человека, но не будут менять истории. В городском краеведческом музее появились аудиогиды. На 10 устройствах записан голос экскурсовода. Весь 45-минутный рассказ об экспозиции. А значит присутствие сотрудникам музея уже не так необходимо. Любой желающий может остаться с экспонатами наедине. В наш краеведческий музей пришли современные технологии. С помощью этого устройства посетитель сможет получить всю полную информацию об экспозиции. Стоит нажать лишь одну кнопку и экскурсия началась. Тема Никола Карельский монастырь. Можно слушать как одному, так и компании. К устройству прилагаются наушники. Пока аудиоплеер может провести посетителям музея лишь одну экскурсию. История Поморского края включает в себя пять тем. При желании может повторить тот или иной текст, либо пропустить его и нажав на следующую кнопку слушать уже другую тему. Вот в этом плане кажется удобство для посетителей. Один такой аудиогид стоит порядка 7 тысяч рублей. Музей закупил устройство по муниципальной целевой программе сохранения и развития культурного потенциала. Пока с аудиогидами познакомились только сотрудники музея. Новинкой они удивлены. Замечательная. Замечательная придумка. Во-первых, самой читать мне может быть сложно. Я бы хотела, например, чтобы не рассказали. Я больше понимаю, запомню больше. Но необычно. Совершенно необычно. Познакомиться с аудиогидом посетителям предложат уже завтра. В скором времени на плеер запишут и другие экскурсии. В ближайших планах – обзорная по всему Краеведческому музею. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. 1 миллион 340 тысяч рублей. Ровно столько стоит очередной этап пути маленькой Северодвинке к полноценной жизни. Четырехлетний Катя Лихникевич предстоит продолжить лечение в немецкой клинике. Напомним, у девочки несколько лет назад произошло кислородное голодание мозга, из-за чего были нарушены многие функции организма. Обследование в Германии Катя прошла в прошлом году. Потом была долгая реабилитация, и вот впереди новый этап лечения. Зарубежные медики могут действительно вернуть ребенка к полноценному развитию. Организм начал восстанавливаться. Но продолжать лечение в России невозможно. Нет соответствующих методик. 632 тысячи рублей волонтеры уже собрали. До конца марта нужно вот уже еще вот эти полмиллиона дособирать. Это без учета оплаты на полтора месяца переводчика. Без переводчика тоже там нереально находиться, потому что не будет контакта мамы с врачами, они ничего не поймут, ребенок начнет говорить. И как-то самостоятельно ходить, двигаться, сидеть, переворачиваться, кушать, возможно. Потому что сейчас она не сидит, не ходит, не стоит самостоятельно. В нескольких точках города сейчас размещены кубы для сбора средств на лечение девочки. Также деньги можно перечислить на банковский счет. Его номер вы видите сейчас на экранах. Подробную информацию можно получить в группе в социальной сети ВКонтакте. Будьте в курсе всех событий города и области 24 часа в сутки. На 16-й кнопке в сети МТС и на 4-й в сети Ионид Телеком работает наш новый телеканал ГТРК. Настройтесь на новое телевидение ГТРК, первый круглосуточный канал в Северодвинске. День супруга сегодня отмечают в Исландии. Примерно 24 января по древнеисландскому календарю начинался суровый зимний месяц Тори. И один из супругов должен был задабривать морозы. В основном это был долг мужа. По обычаю хозяин должен был вставать ни свет ни заря и в одной штане не прыгая. На одной ноге описать круг вокруг усадьбы, нараспев приветствуя Тори. К счастью, у нас в стране такого обычая нет, но вот погодные условия очень похожи. Подробнее о них расскажет ведущая рубрики «Небесная канцелярия» и Рада. Долгожданные выходные вступают в свои права с легким морозцем. Только вот красотой солнечных лучей они радовать не торопятся. «Небесную канцелярию» смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Олимпиады ждала три года. Северодвинка отправляется в Сочи в качестве волонтера. За один год 151 жертва пожаров. Город Корабелов на третьем месте в печальной статистике. Машина из ледяных кирпичей. Необычную горку на соревнованиях «Зимний спринт» возведут северодвинцы. О метео и астропрогнозах вам расскажет «Небесная канцелярия». 25 января, по данным Гесметио, в Северодвинске ночью и днем ожидается от 10 до 12 градусов ниже нуля. Пасмурно, без осадков. Ветер северный, северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 768 миллиметров ртутного столба. Если вы обладаете настойчивостью и лидерскими качествами, вам астрологи предсказывают завтра большие успехи. Отложите крупные покупки, лучше позаботьтесь о своих родных. Вступать в конфликт и с ними завтра противопоказано. Я с вами вращаюсь, приятного отдыха и до свидания. Пропоративов. Звони 50-0606. Распродажа шуб в фабрике «Белка». Меняем старые шубы на новые. Большой выбор норковых шуб и шапок. Действует скидка и рассрочка. 24 и 25 января. В 20 молодежи строитель. Подарки бывают разные. А в калаш посуда только полезные. Посуда и столовые приборы для семейных обедов, романтических вечеров и особенных торжеств. Только до конца января скидки от 20 до 50%. Калаш. Полезные подарки для каждой семьи. Калаш низких цен на труда 12. Место выгодных покупок. Костюмные, портьерные, корточные. И хлопчатобумажные ткани по сниженным ценам. Остатки ткани для штор со скидкой 50%. Калаш низких цен. Мы экономим ваши деньги. Рада Рай. Исполнительница русского шансона в Северодвинске. Ой, выкусимые лебеди. Долгожданный концерт Антона и Виктории Макарских. Сон, светлый счастье, сон мой, Эсмеральда. Не пропусти. Будь в курсе всех событий города и области 24 часа в сутки. В эфире Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Олимпийские и паралимпийские игры в Сочи. Отправится 343 жителя Архангельской области. Из них 75 северодвинцев. Первая группа волонтеров уже на пути к олимпийским объектам. Добровольцы будут трудиться по направлениям транспорт и спорт. Героиня нашего сюжета начала готовиться к работе за три года. Девушка будет помогать спортсменам с ограниченными возможностями. Еще с детства Ксения Бережных замиранием сердца смотрела Олимпийские игры. Болела за нашу сборную по фигурному катанию и хоккеистов. Сейчас девушка готовится увидеть выступление спортсменов воочию. Волонтером Ксения отправится в Сочи на паралимпийские игры. Меня всегда интересовал спорт. Интересовало помогать людям. Смотреть, как наши спортсмены выигрывают, как происходит это. То есть открытие, закрытие – это всегда большое событие, большое мероприятие, которое важно и для страны, и для болельщиков, и для родственников, и для всех, кто смотрит Олимпиаду. К долгожданной Олимпиаде Ксения начала готовиться еще три года назад. Тогда девушка училась на первом курсе. В университете объявили о наборе. Глаза у Северодвинки загорелись. Заявку девушка подала незамедлительно, затем последовал отбор. Всех желающих проверяли на знание английского языка, проводили психологические и математические тесты. С самого начала Северодвинка стремилась попасть исключительно на паралимпийские игры. Это же на самом деле очень необычно, как люди с ограниченными способностями могут преодолевать свой страх, преодолевать свои какие-то, не знаю, боязни. И иногда паралимпийские спортсмены, они занимают более высокие места, чем спортсмены, которые способны больше. Ксения помогала проведению стафеты Олимпийского огня и в нашем городе 1 ноября 2013 года. Теперь в ее помощи нуждаются спортсмены и гости паралимпиады. В Сочи девушка проведет месяц. К месту исторического события она отправится 20 февраля. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. В Архангельске налетчики в масках ограбили аптеку. Накануне вечером тут заскочили двое неизвестных с пистолетами и похитили около 30 тысяч рублей. В полицию обратилась фармацевт. Сейчас правоохранители ведут розыск преступников. О других происшествиях смотрите в рубрике «Протокол». 151 человек погиб в пожарах в Архангельской области за 2013 год. Всего в прошлом году зарегистрированы 948 крупных возгораний. Это на 78 меньше, чем в 2012. Самым напряженным для огнеборцев выдался май. 248 пожаров. Меньше всего 134 возгорания отмечено в феврале. При этом за год в Северодвинске зарегистрирован 161 пожар. Жертвами стихии в нашем городе стали пятеро. Основными причинами пожара являются неосторожное обращение с огнем, порядка третий пожаров от общего количества и порядка 30% произошедших пожаров по причине поджога. Пожары, в которых погибли люди в Северодвинске, произошли именно по причине неосторожного обращения с огнем. Ущерб, нанесенный пламенем в области, составил почти 291 миллион рублей. Полностью сгорели 590 строений и 128 единиц техники. Эхо войны раздалось в городе Мирном. Полицейские обнаружили у местного жителя коллекцию боеприпасов и деталей оружия. 266 патронов, несколько гранат, около 200 капсулей к охотничьему оружию, гильзы, клинки и штыки. Это не полный список того, что хранилось у 36-летнего мужчины. Большинство экземпляров относятся к периоду интервенции и Великой Отечественной войны. Среди них есть и действующее оружие. Владелец незаконного арсенала утверждает, нашел боеприпасы при раскопках в Плесецком районе. Полиция ведет проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Три пятерки у нас суббара пошел к вам, смотрите. Эх, точно. Горку зато! Снимай всем подразделениям. Огонь 7, я Гомель, передайте информацию. Цветную и ледяную горку в форме автомобиля возведут в Северодвинске. Такая идея пришла организаторам соревнований «Зимний спринт». Для постройки им необходимы специальные ледяные кирпичи. Изготовить их может любой желающий у себя дома. Традиционные соревнования обещают быть еще зрелищнее. В этом году трасса «Зимнего спринта» будет длиннее и шире. Первый этап катания намечен на выходные. Автомобили будут как стандартные, будут поделены на три класса по типу привода. Это задний, передний и полный. Также будут спортивные автомобили. То есть там вне зависимости уже от привода. Это автомобили с каркасом, подготовленные на специальной шипованной резине. В гостевую зону соревнований украсит необычная ледяная горка. Чтобы ее построить, организаторам понадобится порядка 10 тысяч кирпичей из льда. Ее строительство начнется завтра. Уже заложен фундамент. Просто не вспомнился мультивной тачки. Там были очень добрые такие машинки с глазами. Я подумал, что в самый раз можно сделать фургончик и сделать из него горку. Я попросил Сашу Менахова, своего друга, художника, нарисовать эскиз. И он нарисовал гораздо круче, чем мы, конечно, представляли. Теперь придется выполнять заказ мастера. Он тоже завтра присоединится. Ледяной слиток можно сделать из обычной коробки из-под сока. Наливаем туда подкрашенную воду и замораживаем. Через несколько часов это уже настоящий кирпич. Ледяную горку волонтеры возведут на площадке за драмтеатром. Своими силами им не справиться. Так что помощников ждут в субботу с 13 до 16 часов вместе с ледяными заготовками. Иван Шушарин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. В магазинах Шик стиральный порошок Ариэль. 4,5 килограмма со скидкой 25%. Покупайте за 479 рублей только в январе. На выставке представлены портативные медицинские аппараты Елатомского приборного завода. Все эти приборы можно использовать для лечения в домашних условиях. Самыми популярными аппаратами являются аппараты Алмах и Мавит. Они воздействуют с помощью импульсного магнитного поля, за счет которого снимают отеки, воспаления и боли. Перед вами аппарат Алмах. Спектр его применения касается таких заболеваний, как остеохондроз позвоночника, артриты и атрозы различных суставов, заболевания венозной системы, внутренних органов сердечно-сосудистой системы и ряд других заболеваний. Еще один наш очень известный и востребованный аппарат – это аппарат Мавит. Мавит расшифровывается как магнитное поле, вибрация, тепло. Этот аппарат применяется при заболеваниях предстательной железы, а именно хронического простатита, в том числе на фоне аденомы предстательной железы 1-2 стадии. Приобретайте Алмах в Северодвинске с 23 по 25 января в заводских аптеках. Номер 1 на Седово 4, номер 3 на Морском проспекте 83 и номер 4 на Трухиново 7А. Свадебный салон «Венеция». Все для любимых. Телефон 8-962-66-284-25. Любимое творение Романа Виктюка. Спектакль «Соломея». Чувственность, пластика и энергия. От великого режиссера. 29 января на сцене Драм-театра. Телефон 54-24-90. Есть новости? Звони. Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск». 8-960-004-07-67. Билайн. 8-911-5-50-30-08. МТС. Городской номер 50-30-08. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск». Вестник «Северодвинска» о спорте. Боксера Вячеслава Литовальцева пригласили в состав юношеской сборной России. Об этом сегодня доложил мэру города, начальник отдела физкультуры и спорта Сергей Ведлога. Вячеслав Литовальцев – семиклассник морской кадетской школы имени Котова. Он занимается в отделении бокса «Дю США» номер 2 с 2007 года. Его первый наставник – Юрий Никонов. С 2013 года Вячеслав тренируется у Сергея Филимонова. В прошлом году боксер принял участие в семи межрегиональных, зональных и всероссийских турнирах и первенствах. В шести из них он занял первые места в одном. Первенство России по боксу стал пятым. В конце прошлого года Вячеслав также вошел в десятку лучших и перспективных спортсменов «Северодвинска», а также вручил стипендию мэра. На сегодня это все новости о главных событиях недели. Смотрите в субботу в 19 часов в итоговом выпуске «Вестника Северодвинска». Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам телефон для сообщений 8 911 550 30 08 или звоните номер 50 30 08. А я напоминаю, наши новости вы можете смотреть на канале «Звезда» и на первом круглосуточном телеканале «Северодвинска» ГТРК. Я с вами прощаюсь, смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Спонсор прогноза погоды – «Такси Север». «Такси Север» 50 06 06. Езди дешевле. Закажи «Такси Север» и получи у водителя дисконт на постоянную скидку в 10 рублей, а также грузоперевозки, услуги грузчиков, заказ микроавтобусов, обслуживание свадеб и корпоративов. Звони 50 06 06. В субботу 25 января в Северодвинске ожидается ветер северо-западный, северный, умеренный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и к вечеру составит 769 миллиметров ртутного столба. Облачно-небольшой снег, тип погоды 2-й благоприятный. Температура ночью минус 11 градусов, днем от 10 до 13 градусов ниже 0. Спонсор прогноза погоды – «Такси Север». Закажи «Такси Север» и получи у водителя дисконт на постоянную скидку. «Такси Север». Езди дешевле. 50 06 06. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова